Сборка бревнопильных станков, вот этот у нас станок в сборе сейчас идет. Вот этот станок все уже настроен, готовится к отгрузке. Станки 550, здесь пульт управления станком, здесь шкаф управления агрегатами, здесь у нас новая схема, контроллеры ставим, овеновские, теперь можно дистанционную диагностику бревнопильного станка в прямом режиме, в режиме онлайн, то есть Wi-Fi модуль, сетевой модуль и Wi-Fi модуль подключать и дистанционно диагностировать. Здесь силовая у нас автоматика, шнайдеровские стоят, пускатели D-Craft, D-Craft автоматы хорошие, но компания одна и та же, D-Craft и шнайдер, здесь вот она передача с кивами у нас и вот подача воды через вал, о чем я говорил, то есть вот этот станок у нас уходит в Братск, здесь разорщитель, значит, в разорщителе приводные ролики стоят сразу за пильным блоком и третья пара приводных роликов тоже, прижимных роликов тоже приводная, вот, это нам дает возможность без проблем выносить короткие заготовки до двух половинометров, у нас зимой мороженая древесина, все будет выноситься, ну и дополнительное количество рябов увеличено, верхних, боковых, здесь у нас стоит такой агрегат, называется укладчик лафетов, вот, то есть они, если ставить многопил следом за бренопилом, то есть всегда укладывается лафет в одну сторону, в одну сторону укладывается, здесь вот пилы, хорошие пилы, так вот, вот они, пилы СНД, и корпуса из высоколигированной стали, жесткие, хорошие, держат нагрузки, отлично, основное показал, а, ну вот кондропоры на ВАВА, здесь что у нас, гусянка, гусянка у нас, 38-е цепи, как я говорил, так, еще вот приводной ролик здесь, на входе пильный блок, то есть если не происходит зависание на ВАУ бревна, то он помогает, помогает протащить, защит, вот еще отличие нашего станка, это шторки боковые, то есть никто не ставит, мы решили поставить дополнительную защиту от вылета боковых досок, то есть гарантированно ничего не вылезет, кроме топтевой защиты верхней, есть еще боковые шторки, вот еще из дополнительных бонусов, моментов, значит, принудительное охлаждение на двигателях подачи стоит у нас, то есть для работы на малом ходу, чтобы двигателя не грелись, у нас стоят принудительные вентиляторы, вот, ну, на всякий случай поставили, здесь шкивы у нас съемки, на конических втулках шкивы легко снять, легко поставить, легко выставить, настроить, вот, мощные двигателя, ну, здесь вот, ну, 10, там, сверху 90, на 55 модели взяли, ребята, заказали, вот, ну, тут цифровая индикация у нас, индикация скорости подачи цифровая, сюда же выходит информация об ошибках, то есть диагностика контроллером производится ошибок и код ошибки выводится на пульт оператора, также вот он, вот он привод переднего транспортера, тоже с воздушным охлаждением, здесь датчик стоит, линейной скорости, ну, и валы еще забыл сказать, то есть сейчас усиленные валы ставим на 90, вот, ну, тут, наверное, не видно будет диаметр валов, да, сейчас они за крючками, заглушками, за разлучками закрыты, ну, так скажу, 90 валы, вот, решили еще усилить. То есть управление станком осуществляется при помощи контроллеров, да, и можно дистанционную диагностику производить, то есть мы, как завод-производитель, вот здесь подключен сетевой модуль с возможностью Wi-Fi, значит, и мы можем дистанционно, в прямом режиме делать диагностику станка. Расскажи, Витя, пожалуйста, еще о возможностях этого модуля. Если делать диагностику, мы можем делать любую донастройку, если линия. Донастройку? Если это необходимо, то можно сказать. Хорошо. А как мы подключаемся, то есть вот к этому сетевому модулю? Сотрудники линии делают подключение через Wi-Fi или через компьютер, и оборудование автоматически подключается к нашему сервисному центру, и мы видим все сообщения среди администрации. Или через мобильный телефон GSM. То есть достаточно подойти с телефоном мобильным GSM, соединиться с нашим Wi-Fi модулем, и все, и вы на связи с нами.